В целях популяризации службы в органах внутренних дел по инициативе МВД России проводилась всероссийская акция «Студенческий десант», приуроченная ко дню студента. В рамках акции сотрудники ОМВД России по Артемовскому району, инспектор ПДН, майор полиции Лилия Щелокова, инспектор по пропаганде, безопасности дорожного движения, старший лейтенант полиции Светлана Шарапова и ветеран органов внутренних дел, подполковник полиции в отставке, сотрудник кадровой службы Александр Брюхов провели встречу со студентами Артемовского колледжа точного приборостроения. Специальное образование, оно очень важно для человека. Оно не учит человека учиться, уже серьезно подходить к тому, что он становится взрослым человеком. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы вы, получив специальность в колледже, выбрали профессию, которая устраивала бы вас на вашем службе. В свою очередь, Александр Брюхов, сотрудник кадровой службы ОМВД России по Артемовскому району, рассказал студентам колледжа о требованиях, предъявляемых кандидатам, поступающих на службу в полицию, порядке прохождения службы в органах внутренних дел. Он подробно остановился на условиях приема в ВУЗы МВД России, довел перечень учебных заведений и специальности, которые можно там получить. На службу в органах внутренних дел принимаются граждане от 18 до 35 лет. Мужчины, прошедшие срочно службу, годы по состоянию здоровья. Потому что в армии могут служить люди с ветером Б, это незначительное ограничение. У нас же принимают только в пункт А, в пункт В, в пункт В ограниченное годы на службу. Таких лиц не принимают. Поэтому для работы, как ГИБДД, патрульно-патрульно-патрульно-патрульно-службе, здесь нужно литературовать, то есть годы по состоянию здоровья на все 100%. Именно высшее образование, по словам Александра Брюхова, помогает сотруднику ОМВД перейти с должности рядового состава на офицерскую, то есть открывает карьерный рост. В своем выступлении Александр Брюхов отметил, что на службу в полицию принимаются не только юноши, но и девушки, желающие получить высшее образование и посвятить себя работе в ОВД. Также девушки принимаются в возрасте, также до 35 лет в учебное заведение. Мы сейчас начинаем отбирать уже 17 лет, которые в этом году заканчиваются 11 классов. Они приходят в 1 январе месяца. В рамках акции «Студенческий десант» представители ОВД не упустили также тему правонарушений. Так Лилия Щелокова, инспектор ПДН, рассказала студентам об административной ответственности за употребление алкоголя и наркотических веществ. Разъяснила ответственность несовершеннолетних, в том числе и уголовную, за совершение краж, причинение телесных повреждений, сбыт, хранение и распространение наркотических веществ. Призвала студентов к законопослушному поведению. Также разъяснила участникам мероприятия об особенностях служебной деятельности инспектора по делам несовершеннолетних. Ну, чуть ли у нас состоят несовершеннолетние за административные правонарушения, это в основном за употребление злых напитков, ну, в вашем случае, конечно же, и за нарушение правил дорожного движения, за курение новых мест. Итак, преступления у нас несовершеннолетних завершают, это в основном имущественные, то есть кража. Тайное хищение чужого имущества, жертвы хищения чужого имущества, это уже трактор. Светлана Шарапова в диалоге со студентами выяснила, чем занимается инспектор ДПС, какими личными качествами он должен обладать при беседе с участниками дорожного движения и оформлении дорожно-транспортного происшествия. В ходе беседы инспектор по пропаганде рассказал о структуре ГИБДД и задачах каждого подразделения. Студентам АКТП был представлен видеоролик «Один день на посту ДПС», после просмотра которого юноши и девушки пришли к выводу, что работа инспектора ДПС непростая, но интересная. Также студенты узнали, что на ведомственном сайте УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области можно узнать о новостях и изменениях в области обеспечения дорожной безопасности и возможностях пользования сайтом госуслуги.ру. Кроме того, Светлана Шарапова сообщила о ДТП с участием несовершеннолетних, произошедших в 2016 году, в том числе с участием студентки данного колледжа, которая находилась в легковом автомобиле невиновного в аварии водителя на переднем сидении в качестве пассажира, пристегнутой ремнем безопасности. Она до сих пор проходит лечение в больнице. В рамках акции студентам были продемонстрированы также два видеоролика по фактам ДТП с погибшим пешеходом и пострадавшим пассажиром, произошедшие в 2017 году. Здесь был сделан акцент на необходимость использования пешеходами в темное время суток световозвращателей и соблюдение правил движения по дороге в целях сохранения жизни и здоровья, успешного окончания учебного заведения, получения профессии и устройства на работу.